В прошлый раз мы разобрались с двумя вопросами x2 на минус 2y2 равняется плюс 1 x2 на минус xy на минус y2 тоже равняется плюс минус 1 и x2 на минус 3y2 равняется плюс 1 дело в том, что минус 1 здесь даже не бывает так вот, сегодня нужно продвинуться дальше в изучении программы Белля и попытаться научиться решать эту задачу не только для двойки и тройки, а для любого антрального числа не являющегося полу квадрата я напоминаю, что если взять программу уравнение вида x2 минус а2y2 то можно разложить на множители и видно, что каждая из этих скобок равна либо единице, либо минус единице поэтому случай мне интересен, уравнение имеет только два решения а вот во всех случаях когда уравнение имеет здесь вот в этом месте не являющиеся квадратом правильное число оказывается решение бесконечно много итак, теорема которую мы сегодня с вами докажем если если d число не являющееся квадратом если d натуральное число не являющееся квадратом то уравнение x2 минус d y2 равняется единице имеет бесконечно много решений в практическом теории это очень трудно даже одно решение найти не то проблема что на прошлом занятии мы на самом деле узнали такую важную вещь что если нашел одно решение то уже можно пытаться как-то из него строить другое решение а именно представьте себе что x2 минус d y2 равняется единице если у нас есть другое то смотрите что можно сделать так же как в прошлый раз если можно разложить на x минус корень sd умножить на 1 a минус корень sd умножить на b и дальше перемножить вот так и так это мы в прошлый раз делали поэтому я сейчас это делаю очень быстро то когда я перемножаю получаю следующее ax плюс b d y это вот так вот ax так перемножать будет b d y теперь минус корень sd умноженное на xb плюс а y плюс это я перемножил первую скобку из первой скобки из первой скобки и очень похожая вещь когда перемножаешь вторые скобки получается ax плюс bd y плюс корень sd умножить на xb плюс а y вот равняется отлично применяем формулу распределение разности чисел на x ум получаем следующее выражение ax плюс bd y в квадрате минус g умножить на xb плюс а y тоже в квадрате это что это значит очень просто если у меня есть решение xy и решение ab то я получаю новое решение ax плюс bd y xb плюс a в частности не обязательно было брать разные решения можно было брать одно и то же решение xy и xy тогда сюда подставить вместо ax вместо v y и тоже получится решение поэтому что доказывать доказывать что имеется бесконечно новое решение что доказывать что имеется хотя бы одно решение это одно и то же потому что если у нас есть одно решение то мы умеем из него строить новое а из того еще новое и так до бесконечно поэтому на самом деле можно в этой теореме написать имея хотя бы одно решение то есть только разумеется решение когда x равно единица y не принимается потому что мне нужно решение из натуральных числа x и y это должны быть целые числа больше нуля x и y оба больше нуля так вот есть несколько разных способов доказательства этой теоремы это главнейшая самая самая такая основная теорема в теории уравнений белья что решение всегда есть один из этих способов используют цепные дроби и собственно со времен Эйли и Лагранжа этот способ считался самым естественным самым понятным способом изложения вот этой теоремы есть еще два способа один из них называется английский метод нахождения решений другой называется индийский метод нахождения решений уравнений беля но ребята все это как выяснилось слишком сложные вещи в начале собственно 21 века Вайлберг астралийский математик ну разумеется он это не один придумал а до него были работы разные замечательные специалисты теории чисел понял что можно всю эту обновлению белья изложить совершенно замечательно очень красивым и очень простым способом я сейчас вам этот самый алгоритм Вайлбергера расскажу только сначала скажу несколько важных определений значит представьте себе у вас есть вот такой квадратный трехчлен в таком случае нужно знать вот эту вещь формул для дискриминантов дискриминантом квадратного трехчлена называют вот такое число поскольку здесь есть семиклассники я не могу надеяться на то что они знают зачем этот самый дискриминант нужен но поверьте что достаточно вам доучиться до восьмого класса и там вам это обязательно расскажут вот вообще такое основное содержание курса восьмого класса это рассказ о том зачем нужно решать квадрат кстати вот такое выражение называют квадратичная форма если а и с это какие-то переменные то такое выражение называют квадратичная форма и все равно вот это число называют дискриминант пока все понятно отлично вот я сейчас для примера возьму х квадрат минус два у квадрата ну это квадратичная форма согласитесь посчитаем чему равен дискриминант никаких проблем б в данном случае 0 в квадрате минус 4 умножить на 1 умножить на минус 2 то есть я нашел дискриминант этой квадратичной формы теперь для любой квадратичной формы я напишу две операции одна из них будет называться операция l другая будет называться операция r сейчас нужно быстренько объяснить что такое операция l это когда вместо x подставляешь x плюс y операция l это когда вместо чего вместо y вставляешь x плюс y в одном случае замена левого числа в другом случае замена правого числа операция l и операция r давайте посмотрим что происходит при операции l с вот таким вот выражением никаких проблем надеюсь нет l делает следующее значит если было у меня выражение ax квадрат плюс bx y плюс c y квадрат то получается новое выражение а умножить на x плюс y в квадрате плюс b умножить на x плюс y на y плюс c умножить на y в квадрате ну согласитесь что раскрыть скобки не сложно и получается следующее а x квадрат и больше x квадрат нигде не будет дальше с каким коэффициентом будет x y отсюда придет 2а отсюда xy придет с коэффициентом b да вот это xy и теперь с каким коэффициентом у нас будет число и квадрат очень просто а плюс b плюс c на y квадрате отлично теперь давайте посмотрим что происходит при операции r а x квадрат плюс b x y плюс c и квадрат переходит при операции r воз какую значит ребята сейчас главное это аккуратно записывать фонус потому что поверьте это действительно самое простое из существующих доказательств теоремы теорема очень серьезная поэтому пожалуйста просто постарайтесь серьезно сегодня итак все что надо знать это формула для квадрата суммы когда x плюс y квадрат получаешь x квадрат плюс 2x y плюс y квадрат и дальше у нас будет c отлично и вот теперь заметьте следующую сумму коэффициент при x квадрат был у меня здесь положительным числом коэффициент при y квадрат был числом отрицательным я хочу и в этом состоит как раз вся прелесть того что сделал я хочу чтобы так было и дальше то есть никаких других квадратичных форм кроме тех когда коэффициент при x квадрат обязательно положительным а коэффициент при y квадрат обязательно отрицательным никаких других форм сегодня не будет давайте посмотрим на наше преобразование m и f был коэффициент а положительным коэффициент c отрицательным а выполняем преобразование л коэффициент а остался а вместо c встал а плюс b плюс c значит чтобы выполнялось вот это условие преобразование л можно делать не всегда а только в том случае если а плюс b плюс c c меньше 0 точно так же когда мы выполняем преобразование r то сюда встает а плюс b плюс c а только в ситуации когда а плюс b плюс c больше 0 ну а если а плюс d плюс c равняется 0 то на самом деле нельзя выполнять ни преобразование l ни преобразование r так ребят пока все понятно идет теоретическая подготовка она скоро закончится так что пока потерпите так вот сейчас очень важная лемма лемма л и r не меняют d то есть у полученной квадратичной формы дискриминант такой же как у исходных лемма разумеется доказательство этой леммы очень простое те кто учились в 8 классе скажут что ну те кто хорошо учились в 8 классе скажут что они это знают потому что дискриминант выражается как через квадрат разности корней равнения а если корни изменят на единицу то тогда что не изменится но мне не нужны сейчас если честно такие беспеклассники мудреные мне нужны сейчас нормальные нормальные ребята 7 класса которые умеют а именно у нас есть явная формула для дискриминанта есть есть я хочу проверить что дискриминант не меняется ну так нет ничего проще я беру вот эту вот формулу выписываю для нее дискриминант рассказываю что такое для ее дискриминант это 2а плюс b в квадрате минус учтверенное произведение а на а плюс b плюс c и раскрываю он в спуске 4а в квадрате в квадрате плюс 4а в квадрате плюс плюс b квадрат это квадрат вот этот дальше минус 4а квадрат замечательно минус 4а в минус 4а с так давайте посмотрим 4а квадрат за уничтожность 4а в тоже и осталось b квадрат минус 4а с вот и все левый доказ заметьте пожалуйста конечно я строго говоря должен был написать то же самое и сюда ну давайте даже напишу в конце концов знаете b плюс 2с в квадрате минус 4 умножить на а плюс b плюс c умножить на c ну господа строго то же самое потому что просто с разных сторон но честное слово абсолютно минус 4а с минус 4с видно что 4с уничтожается 4bc тоже и остается то же самое выражение b квадрат минус 4а а вот теперь а вот теперь очень важная вещь смотрите я здесь сказал что преобразование l можно выполнять если а плюс b плюс c меньше нуля преобразование l можно выполнять если больше нуля и помните сказал что если равна сумма abc то не получается потому что будут нарушаться вот эти вот наши требования да не получается не то не то так вот оказывается что если мы начнем вот с такой формы или вообще если мы начнем с любой формы вида x квадрат минус сколько это не является квадратом то случай а плюс b плюс c равно лю будет в принципе невозможным доказано если бы а плюс b плюс c оказалось равно лю то например то этот коэффициент оказывается равен коэффициент это коэффициент объединет квадрат вспоминаем формулы д 있습니다 получается что дискриминант это квадрат правильно ไ�� но дискриминант не менялся в лене написано что при нашем преобразовании скольку это не делай 基 ur tin ร меняется и вначале дискриминант равнялся восьмирки а восьмерка это не квадрат так кстати давайте посчитаем если будет не двойка а любое число t то тогда здесь будет число d и здесь будет стоять 4d и если d не квадрат то 4d тоже не квадрат таким образом всегда выполняется или такое неравенство или такое неравенство и не может выполняться равенство а плюс b плюс c равняется неравенство значит какую квадратичную форму из этих лучей при помощи преобразований l и l всегда можно будет выполнить следующую операцию а именно или операцию l или операцию l сейчас мы с вами в обязательном порядке иначе ничего не происходит в обязательном порядке возьмем несколько квадратичных форм и для каждой из них посмотрим как работают эти операции поехали x квадрат минус 2y квадрат в данном случае а плюс b плюс c кстати легко понять а плюс b плюс c это значение нашей формы когда вместо x и y составляет 1 поэтому легко вместо x и y составляет 1 а плюс b плюс c меньше нуля значит мы должны выполнять операцию l потому что здесь написано для случая а плюс b плюс c меньше нуля выполняется операция l отлично давайте же так и напишем вместо x пишем x плюс y ну а вместо y пишем y давайте посмотрим что у нас есть x квадрат плюс 2y и минус y квадрат мы подставляем в эту формулу вместо x x плюс y а вместо y подставляем x квадрат подставили? подставили отлично теперь давайте думать собственно говоря что дальше а дальше 1 плюс 2 минус 1 это 2 дальше выполняется операция r очень хорошо что значит операция r только ребят мне нужно не забыть последовательность вот этих вот штучек поэтому давайте я буду делать так я буду подставлять и в левую часть и буду подставлять и буду каждый раз вычитать итак операция r заставляет нас вместо x написать x а вместо y написать x плюс y поэтому здесь 2x плюс y понимаете как да? здесь x остался x а вместо y x плюс y получилось минус 2 раза x плюс y в квадрате отлично раскрываем скобки получаем следующую вещь 4x квадрат минус 2x квадрат это будет 2x квадрат 4x y минус 4x y исчезнет y квадрат минус 2y квадрат это будет минус y квадрат хорошо 2 минус 1 положительное число поэтому опять опять будем выполнять операцию r опять будем выполнять операцию r опять будем выполнять операцию r вместо 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 y подставляем x плюс y значит будет так 3x плюс y в квадрате здесь будет 2x плюс y в квадрате, возводим 9x квадрат минус 8x квадрат, это будет x квадрат, 6xy минус, так, здесь будет 4, минус 8, минус 2xy, y квадрат минус 2y квадрат, минус y квадрат, я считаю довольно быстро, считается, что каждый из вас в тетраде эти вычисления проводит, потому что без этого ничего не будет, теперь, вставляем, 1 минус 2 минус 1, это число уже отрицательное, поэтому, выполняем операцию l, l, это значит, вместо x отставляешь x плюс y, получаешь 3x плюс 4y в квадрате, повторяю, вместо x отставляешь x плюс y, здесь будет 2x плюс 3y, отлично, 9x квадрат минус 8x квадрат, это будет 2x квадрат, так, здесь вот у меня будет 24xy, удвоенное произведение, здесь будет тоже 24xy, поэтому исчерните, Здесь будет у меня 16 минус 2х9. 16 минус 2у в квадрате. Это то, что значит? Да. Вы абсолютно правы. Действительно, я получил форму совершенно верно, ровно такую же, как в начале. Вы скажете, что я начал с х квадрат минус 2у в квадрате и пришел к той же самой форме. Ответ. И наоборот. Это совершенно замечательно, что у меня получилась такая штука. Смотрите, ведь моя цель была найти способ из одного решения в равнении белья делать новое. Согласны? Так я это застучу. Если у меня вот это число равно 1, то это тоже равно 1. Значит, я умею от пары x, y переходить к новой паре 3x плюс 4y и 2x плюс 3y. Вот преобразование, которое из-за решения делает новое. Пример, если вместо x подставляешь 1, а вместо y 0, то получаешь пару 3-2. А это и есть нетривиальное решение уравнения беля. 3 в квадрате минус 2 умножить на 2 в квадрате. Вы скажете, что на прошлом занятии такого преобразования у нас не было. Согласен? Да. Дело в том, что на прошлом занятии мы с вами сделали только вот эти два преобразования. И от формы x квадрат минус 2y квадрат перешли к форме 2x квадрат минус y квадрат. По большому счету она знак поменялась. Понимаете? А L преобразование у нас с вами было. Вспоминайте. Вспоминайте. Очень похожая штука у нас была. Надо вспомнить формулу, которая из одного решения делала решение, что это положено в знак. Она была очень похожа на L. Вы наверняка не понимаете, как сейчас я могу обсуждать. Значит, ребята, мы сейчас с вами разберем еще несколько примеров. И абсолютно ясно, что к концу этой работы вы все поймете. Значит, итак, берем... Да, еще надо обязательно запомнить вот эту последовательность. L, R, R, L. Значит, давайте сделаем так. Выпишем D равно 2. И это великое слово. L, R, R, L. Сегодня вы увидите совершенно потрясающее применение этого слова. Да? Я сделала операцию L, он сам первый, раскрыл скобки, поэтому применил операцию L и получил 0. Надо медсчитать. Понимаете, что здесь бывают люди с высшим образованием, но без лишнего. Просто вас в школе очень плохо учат. Надо просто медсчитать. Это, да, это проблема. Это большая проблема. Надо медсчитать скобки. Так вот, давайте возьмем сейчас другое число, а именно тройку. Не будем перепрыгивать через этапы. Возьмем тройку. Для нее вычислим, выполним те же самые вычисления. И посмотрим, как все будет. X квадрат минус 3Y квадрат. Значит, значение, когда X и Y равны единице. Отрицательное. Поэтому применяется преобразование L. Очень хорошо. X плюс Y в квадрате минус 3 умножить на Y в квадрате. Это и по XY минус 2Y квадрат. Подставляем сюда X и Y единицы. Получаем единицу. Положительное число. Поэтому мы должны выполнять преобразование L. Что значит преобразование L? Вместо Y писать X плюс Y. Это будет 2X плюс Y. Это будет минус 3 умножить на X плюс Y. Раскрываем структуру. 4X квадрат минус 3X квадрат. Это будет X квадрат. 4XY минус 6XY минус 2XY. Y квадрат минус 3 умножить на X квадрат. Это будет минус 2 умножить на X квадрате. Значит, здесь у нас отрицательное число. Поэтому надо делать преобразование L. Поэтому надо выполнять преобразование L. Вместо X писать X плюс Y. 2X плюс 3Y минус 3 умножить на X плюс 2Y. Отлично. 4X квадрат минус 3X квадрат. Это у нас будет X квадрат. 12XY минус 12XY. Это будет у нас с вами 0. 9Y квадрат минус 3 умножить на X минус 3Y квадрат. Слушайте. А здесь получилось, как ни странно, даже короче. Здесь у меня получилась квадратичная форма X квадрат минус 3Y квадрат. При помощи следующих слов. L. Следующий бут, извините. L, R, L. Опять объясняю, что это дает. Если вы сюда вместо X подставите 1, вместо Y 0, то получите следующую вещь. 2 в квадрате минус 3 умножить на 1 в квадрате. Это единица. И это значит, что мы нашли решение уравнения в натуральных числах. Итак, для тройки получилось слово L, R, L. А это всегда должно начинаться на L и заканчиваться. А это интересный вопрос, на что это начинается, на что заканчивается. Дело в том, что пока вам кажется, что это такая странная эквилибристика с раскрытием скобок. То есть вы думаете, что вот придумали какую-то странную операцию, и этот формальный счет по странным правилам почему-то приводит к нахождению решения уравнения Пеля. Вы не видите смысла в этих буквах L и L. Итак, следующий пример. X квадрат минус 5Y квадрат. D равно 5. В решении такого рода задач, когда не просто раскрываешь скобки, а делаешь это с какой-то осмысленной целью, человек и в конце концов научается получать правильный ответ. Итак, преобразование L, потому что здесь 1 минус 5 это, кстати, это число, приводит к следующему. Приводит к тому, что X плюс Y в квадрате минус 5Y в квадрате это X квадрат плюс 2XY и минус 4Y в квадрате. Отлично. Подставляем сюда числа 1,1. Получается значение минус 1. Значит, опять надо делать операцию L. Вместо X писать X плюс Y. Получаем X плюс 2Y в квадрате минус 5Y в квадрате. Это у нас, господа, будет X квадрат плюс 4XY и минус Y в квадрате. Отлично. 1 плюс 4 минус 1 число положительное. Поэтому сейчас мы должны делать операцию L. Вместо Y писать X плюс Y. Очень хорошо. Вместо Y, когда пишем X плюс Y, то здесь у нас получается 3X плюс 2Y. Вместо Y, я повторяю, пишем X плюс Y в квадрате. 5 умножить на X плюс Y в квадрате. Давайте-ка раскрывать в токе. 9X в квадрате минус 5X в квадрате. Это у нас 4X в квадрате. 12XY минус 10XY. Это будет 2XY. 4Y в квадрате минус 5Y в квадрате будет плюс Y в квадрате. Дальше. 4 плюс 2 минус 1. Это число 5. Значит, я опять должен делать операцию L. Вместо Y подставлять X плюс Y. Получится такая штука. 5X плюс 2Y. Ребята, никто не обещал, что при больших числах у нас вычисления будут короткие. То есть, пожалуйста, не переживайте. С этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Вместо Y, X плюс Y подставляем. Здесь будет 2X плюс Y. Давайте посмотрим, что это такое, когда расстроишь сток. Здесь будет 25X в квадрате минус 5 умножить на 4. минус 20. Это будет 5X в квадрате. Очень хорошо. Плюс 20XY минус 20XY. 4Y в квадрате минус 5Y в квадрате. Значит, получилось 5X в квадрате минус Y в квадрате. Смотрите, что вы сейчас видите. Было X в квадрате минус 5Y в квадрате. Стало 5X в квадрате минус Y в квадрате. Похожий эффект у нас уже был, когда мы вычисляли раствор. И на самом деле это означает, что нам сейчас нужно будет отсюда идти сюда, примерно преодолевая тот же самый маршрут. Я человек упорный, поэтому я его все-таки пройду, покажу вам, как это делается. Но, в общем, важно понимать, что, в принципе, если секунду подумать, то можно в этом месте сразу сообразить, что делать. Так, ну, если по нашему алгоритму вместо, значит, поскольку у меня здесь вложить нет, то мы должны делать X, а это значит, что надо вместо Y писать X плюс Y. То есть, здесь у меня будет написано 7X плюс 2Y в квадрате. Повторяю, вместо Y пишешь X плюс Y. Минус 5 умножить на 3X плюс Y в квадрате. Так, тут уже сложно задевать, но тем не менее. 49 минус 45. Это 4X в квадрате. Отлично. 28XY минус 30 минус 2XY будет всего. 4Y в квадрате минус 5 будет минус Y в квадрате. Так, 4 минус 2 минус 1 – положительное число. Поэтому опять выполняется F. Ой, мне уже надоело, ну, ничего не поделаешь, ребят. Начал тут начал. 9X плюс 2Y в квадрате минус 5 умножить на 4X плюс Y в квадрате. Что же это у нас такое? 81 минус 80 – это будет X в квадрате. 18 донна по 36 минус 40. Это будет минус 4XY. 4Y в квадрате минус 5Y в квадрате будет минус 5 минус Y в квадрате. Теперь число отрицательное – 1 минус 4 минус 1. Значит, надо выполнить операцию L. Обратите, пожалуйста, R, R, L, L. Мы уже две L сделаны, значит… Итак, нужно выполнить операцию L. Вместо X подставить X плюс Y. Будет так, 9X плюс 11Y минус 5 раз, вместо X подставляем X в квадрате. Здесь будет 4X плюс 5Y. Так, отлично. 81 минус 80 – это по-прежнему X в квадрате. Так, здесь уже ужасы какие-то начинаются. Здесь будет 99 умножить на 2, то есть 198. А здесь будет 40 на… Не для меня 200 минус 2XY. 121 минус 125 минус 4Y в квадрате. Ой, опять отрицательное. Опять отрицательное число. Значит, я опять должен сделать операцию L. Вместо X подставить X плюс Y. Получится 9X плюс 20Y минус 5. Вместо X подставляем X плюс Y. 4X плюс 9Y. Вычисляем. 81 минус 80 – это будет X в квадрате. Здесь будет 360. Здесь 36 на 2 и на 5. Тоже 360. XY исчезнет. 400Y в квадрате. Минус 5 умножить на 81. 400 минус 405. Минус 5Y в квадрате. Ура! Я могу написать слово для пятерка. Выглядит оно в следующем образе. Л, Л, Р, 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 Ф, Л, Л. Обратите. У всех этих слов. Есть забавное свойство. Они полинтропы. Они слева направо читаются так же, как справа налево. Они все начинаются на L. Но это как раз неудивительно. Потому что D у нас натуральное число больше единицы. Поэтому это как раз неудивительно. А вот то, что полинтропы, забавно, важнее, конечно, другое. Что такая процедура всегда приведет нас к той форме, с которой мы начали. То есть и для двойки, и для тройки, и для пятерки мы с вами нашли форму, которая из одного решения x, y делает другое решение. В данном случае 9x плюс 20y и 4x плюс 9y. Понимаете? Из одного решения мы делаем новое с большими значениями неизвестных. Так вот, главная теорема, которую мы сегодня с вами должны доказать, что процедура применения этих самых операций L и L всегда приведет нас к форме, с которой мы начали. Согласитесь, что это красивое утверждение, правда? Что таким образом, преобразуя квадратичные формы, оказывается, можно всегда найти нетривиальное решение в уравнении белья. Так вот, оказывается, что доказательство в высшей степени простое, а главное даже то, что не простое, оно абсолютно естественное. Ребята, ведь смотрите, алгоритм, который мы применяем, на каждом шаге не дает нам никакого способа свернуть. Согласны? Я все время вычислял, вместо x и y подставлял единицу, вычислял значения. Вот, скажем, здесь считал 1 плюс 4 минус 1 положительное. Значит, L. Дальше считал 4 плюс 2 минус 1 положительное. Значит, L. В некоторый момент получил 1 минус 4 минус 1 отрицательное. Значит, L. В самом начале сегодняшнего занятия я объяснил, что 0 получиться не может. Поскольку дискриминация сохраняется, 0 получиться не может. Значит, картинка такая. Я начинаю с квадратичной формы x квадрат минус dy квадрат, и дальше я иду каждый раз, выполняя либо операцию L, либо операцию F, причем не в том порядке, в котором мне это самому закончится. А каждый раз у меня есть жесткое правило. Если при подстановке x равно y равно единица получается положительное число, значит, делай L. Если отрицательное, значит, делай L. То есть, последовательность вот этих вот вычислений, она абсолютно однозначная. Можно, конечно, кто-то плохо учился в школе, говорить, что а мне трудно возвести в квадрат и так далее. Но это все ерунда, да? Посиди там лишний раз, вспомни формулу A плюс B в квадрате, и все нормально будет. Важно, что последовательность этих действий абсолютно однозначна. Так вот, я сейчас докажу вам очень простую вещь. Оказывается, все вот это движение происходит в некотором конечном множестве. Говорят, а знаете, что означает, что в конечном множестве? Это значит, что обязательно зацепишься. Если множество бесконечное, ну, скажем, в натуральном ряду можно все время увеличивать число на единике. Замечательно. А если множество бесконечное, вернешься, да? Путин, Ледведь, 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 Ледведь. Но, тем не менее, я докажу, что их тоже конечное число, и значит, обязательно произойдет зацепление. Дошло? Дошло. Замечательно. Оказывается, это очень легко доказать, что варианты конечное число. Смотрите, значит, АХ квадрат плюс БХ, плюс Ц, Ю квадрат. Смотрите. АХ квадрат плюс БХ, плюс Ц, Ю квадрат. Знаем. Мы знаем, что Ц это тоже целое число, и Ц меньше. И, внимание, дискриминат это Б квадрат минус 4АЦ. Смотрите. Б квадрат минус 4АЦ у нас равняется 4Д. Помните, почему? Потому что дискриминат не меняется. Начали мы с квадратичной формы Х квадрат минус Д и Х квадрат. У нее дискриминат равен, я уже считал, 0 в квадрате минус 4 умножить на 1 умножить на 1 умножить на 1 умножить на 1 умножить на 1. У нее дискриминат это 4Д. Так вот, смотрите, что из этого следует. Б квадрат, господрат, не превосходит 4Д. Смотрите. Ц меньше нуля, а больше нуля. Значит, это на самом деле идет положительное число. АЦ отрицательное, а это число уже положительное. Значит, Б квадрат не больше, чем 4Д. И 4 умножить на модуль А умножить на модуль С тоже самое. Не больше, чем 4Д. Значит, для числа В конечное число вариантов. Для чисел А и Ц тоже конечное число вариантов. Ни одно из чисел А и Ц не может быть больше Д. И даже произведение не может быть больше Д. Мораль. Мое движение происходит в конечном множестве. Как может выглядеть картинка движения в конечном множестве, когда вышел и каждый раз идешь по стрелочке. На самом деле, есть принципиально два варианта. Один вариант. Когда идешь, 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 возвращаешься в первоначальное место. И дальше идешь по циклу. Давайте я это нарисую. Вот такой вариант. Если честно, именно так и будет. Но априори, возможно, такой вариант. Зацикливаешься не сразу. Там есть то, что называется предпериод. И есть то, что будет период. Программисты любят называть это цикл с хвостом. Так вот, я сейчас докажу вам на сто утверждений. Хвост невозможен. В нашем случае, если мы умеем делать с этими самыми нашими графичными формами, хвоста нет. На самом деле, мы обязательно зациклимся не просто где-нибудь, как это здесь показано. А мы зациклимся в ту форму, с которой начали движение. И, соответственно, мы получим примерно такие же формулы, как я описал в начале сегодняшнего занятия. И все у нас будет хорошо. Так вот, ребята. Как доказать, что хвост невозможен? Надо доказать, что невозможна ситуация, когда вы взяли одну квадратичную форму, из нее сделали нашу операцию, другую квадратичную форму, из нее сделали операцию, и получили один и тот же ответ. Значит, нужно доказать, что такое, в принципе, невозможно. Оказывается, это очень легко доказать. Смотрите, если здесь получилось некоторое экстратичное форму, то вообще-то она получилась либо операцией L, либо операцией R. Согласны? Согласны. Значит, на самом деле, надо нам с вами разобрать три случая. Один случай такой. Сделали две операции L, получили один и тот же ответ. Второй случай. В одном месте сделали операцию L, в другом случае сделали операцию R. И, наконец, третий случай, когда в обоих ситуациях у нас было F. Оказывается, ни один из этих случаев невозможен. Так, поскольку мне уже писать негде, эту картинку сядут? Да. Можно я ее сядут? И потихонечку буду эти случаи разбирать. Начну, естественно, с этого, для того, чтобы иметь возможность инвестировать и стереть. Значит, смотрите, что значит, что одна и та же квадратичная форма получилась при помощи операции R из двух разных квадратичных форм. Да очень просто. То есть, была квадратичная форма AX квадрат плюс BXY плюс CY квадрат. Сделали операцию R. Была другая квадратичная форма. AX квадрат – это большая квадратия. Это большая квадратия. Тоже сделали операцию R и получился один и тот же ответ. Согласны? Так вы, если сейчас все, что ты уже сделал, просто должен, извините, вспомнить, что такое операция R. И в обоих случаях честно написать и написать, что получается одно и то же. Работаем? Работаем. Операция R – это подстановка вместо Y X плюс Y. Поэтому я должен писать следующую вещь. AX квадрат плюс BX умножить на X плюс Y плюс C умножить на X плюс Y в квадрате. Это операция R, приведенная в первой форме. Равняется AX квадрат плюс BX на X плюс Y плюс C на X плюс Y в квадрате. Отлично. Полностью раскрываю скобки. Получаю. AX квадрат. Ой, нет, нет, не А. A плюс B плюс C. Мы это уже сегодня один раз делали, потому что у меня на доске не осталось, поэтому я вынужден повторить. Плюс, значит, что у меня здесь будет? B плюс 2C на X, Y и плюс C, Y в квадрате. Отлично. А здесь то же самое с большими. A плюс B плюс C, X в квадрате, плюс, это большие, B плюс 2C плюс Y, плюс C, Y в квадрате. Отлично. Так, здесь у меня в игре напоминают C маленькие, а здесь C, B, A, большие. Так вот, у меня это должно равняться вот этому. Коэффициент при X, Y должен тоже совпадать. И, наконец, коэффициент при X квадрате должен совпадать. Что это, по-человечески говоря, означает? Что C маленькое должно равняться C большим. B маленькое плюс 2C маленькое должно равняться B большому плюс удвоенному C большому. Но C-шки уже, что же здесь? Поэтому B маленькое должно равняться B большому. И, наконец, сумма А, B и C маленьких должна равняться сумме А, B и C большим. Если B равно B, а C равно C уже, значит, А тоже равно А. Все. Ситуация с операцией R абсолютно очевидна. Ребята, вы меня извините, но для операции R я это... Можно тоже не буду делать, ладно? Ну, смешно, правда. Это то же самое, только что на другом крае. Мы с вами поняли, что для завершения доказательств главной сегодняшней теоремы нам осталось только разобраться в целой ситуации. когда из одной формы... А, кстати, давайте я не буду портить себе доску, а про первые делали. Из одной формы сделали операцию L, а из другой сделали операцию R. И, как ни странно, получили один и тот же ответ. Это гораздо труднее. И занятие продлится дальше, когда кто-то из вас разберет задачу. Это не страшно, сложно, но и не просто. Не слышно? Какой квадрат? Ну да, 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 спасибо. Это, конечно, это описка, это ее многочисленник и психологический. Господа, это прошло. Пожалуйста, подумайте. Заметьте, что когда у меня в обоих случаях стоят и ПГР, или в обоих случаях и ПВЛ, то, в общем, была абсолютно очевидная эпистамина, никаких проблем не было. А вот здесь надо немножко подумать. Собственно, почему? А вообще, из-за чего так бывает, что нельзя получить одну и ту же форму применяю в одном случае операцию L, а в другом случае поменяю операцию L. Реация L применяется однозначно. Вот представьте себе, вам дали одну квадратичную форму, и по нашим правилам, кстати, я могу сказать, что значит по нашим правилам. Это значит, А маленькое плюс В маленькое плюс С маленькое, что у нас? Я бы сказал, меньше. Меньше. Да? Вот. А наоборот, А большое плюс В большое плюс С большое, наоборот, больше. Результаты должны получиться одинаковые. Результаты должны получиться одинаковые, а формы должны быть разные. Нет, то есть мы не знаем, может, что им при них там может совпасть, но, что называется, никто об этом специально окрасил. После применения операции L результаты должны быть одинаковые. И после приводки к одной форме и применения операции L к другой форме. Так. А до этого формы должны быть, наоборот, разные. Между прочим, ребята, вот эта задача – яркий пример того, как развивается наука математика. Дело в том, что впервые решать вот это уравнение начали в Древней Индии, в Древней Греции. И такие вот примеры решения уравнений Белли, они в такой самой-самой древней литературе есть. В серьезно поставил эту задачу, как математическую задачу, нуждающуюся в серьезном исследовании, Пьер Ферман. Начало 17, до середины 17 века. Дальше. Разбирались с этой задачей Эйлер, Лагранж. И дальше очень много Гаусс сделал для задач такого типа, для теории квадратичных форм. И это была действительно мощная наука с серьезными результатами. И, внимание, в начале 21 века удалось настолько глубоко проникнуть, что это решение уже стало возможно рассказать о нем. Вот именно так и называется математика. Много лет самые выдающиеся ученые работают, изучают ситуацию и в некоторый момент наконец-то понимают, в чем же там на самом деле дело. И обычно в этот момент доказывается, что самые трудные результаты, ну, нет, не самые трудные, конечно, многие трудные результаты вдруг оказываются, что основаны на каком-то совсем естественном, на каком-то очень важном и простом принципе. Вот это вот очень яркий, замечательный пример, когда теория вот настолько далеко развелась, что... я просто начну писать преобразование L вот от этой формы и преобразование L напишу от L. Договорились? Что такое преобразование L, примененное к этой форме? Давайте соображаем. Это надо вместо X написать... X плюс Y. X плюс Y. Отлично. Мишек уже какой-то раз. Пишем. Да, да, да. V на X плюс Y на Y плюс C на Y квадрат. А X квадрат плюс плюс... Я не знаю. X и Y квадрат. 2A плюс VX и Y плюс A плюс V плюс CY квадрат. Так, победа. Теперь надо здесь изменить преобразование L. Это значит, будет AX квадрат плюс VX умножить на X плюс Y плюс C на X плюс Y в квадрат. Так, A плюс V плюс C на X квадрат. Так, я зашил во втором разуме X V плюс 2C на X плюс C плюс CY квадрат. Ура! Ура! Подчеркиваю вот это и пишу первое разуме. А это A плюс V дальше. V плюс 2C и здесь два агрута. Пишу. 2A плюс V V плюс 2C А потом C большую агрута плюс C. Да. Вот. Надо доказать, что такая система уравнений не имеет решений в целых числах только внимание, в каких целых числах? А маленькая больше нуля, C маленькая меньше нуля, А большое больше нуля, C большое меньше нуля. Вот такие ограничения на числа А маленькая, C маленькая, А большое, C большое и вот такая система уравнений. надо понять, почему эта система уравнений не имеет решений. уравнений и уравнений не уравнений Ищем противоречия. Первое и третье сложить? Сложить первое и третье. Ну и нормально. 2a плюс b плюс c, а там a плюс b плюс 2c. Получается, что c равно a. Какое c? Вот это и надо объяснить. Как хочешь. Дело в том, что это правда. А правду всегда говорить легко и приятно, как известно. Пожалуйста, любым способом эту свою правду объясни. Да. Да, очень, пожалуйста. Правду говорить легко и приятно. Действительно, a маленькое. Или там c маленькое равно a большого, да? c маленькое равно a большого. Что вы делаете в сравнении? Я просто представляю вот это. А вот и тут, а еще да. Можно так. На самом деле, давайте быстрее будет так. Сложить вот это. И вычесть вот это. Давайте, пишите. А маленькое. Плюс. Нет. Сложить в уравнение. Плюс нижнее. А маленькое. Плюс b маленькое. Плюс c маленькое. А маленькое. Плюс. Плюс. Плюс b пишет и не так. Потому что она пишет и не так буква эта. Пишет и не так. Я тебе знаю. Да. Плюс c маленькое. Нет. Минус. С. Среднего. Минус. Сложить первое третье и вычесть второе. Правильно. Минус 2а маленькое. Минус b маленькое. Равно. Теперь. Следую очередь. Надо написать вот это, это, это. Плюс это. Минус это. И минус это. Пишем. А. Плюс b большое. Нет. Извините. Плюс c большое. Плюс еще раз. c большое. Минус. Б большое. И минус. 2 c большое. Отлично. А вот тебе надо переводить подобные слагалии. Важно, что здесь получается сначала. 2а. Да. Да. Плюс. А. Б пишется и не так. Ребята. Нет. Я понимаю, что ваши дети, скорее всего, просто не будут их написать. Но, тем не менее, у вас заключили. Вы-то еще поколение, которое должно. Мы же не к какой степени еще дошли. Все. Слева отрицательное число. Справа что? Положительное. Спасибо вам большое. Отлично. Здесь число отрицательное, здесь число положительное. Вы, конечно, можете сказать, что это доказательство такое чисто вычислительное. И, что называется, непонятно, как это можно запомнить. А вот вдруг я ошибусь. Я могу рассказать вам то же самое чуть-чуть по-другому. Значит, рассказываю. Давайте вот это я обозначу как f от x и y. А вот это обозначу как g от x и y. Если честно, сейчас я фактически напишу то же самое, что написано было только что. только в более понятном области. То есть, господа, смотрите. Здесь я напишу. f от преобразования l, это значит, вместо x меньше x плюс y. x плюс y и y. А здесь преобразование l дает мне g от x. x плюс y. Так вот, посмотрите на такую простую вещь. Мне нужно, чтобы f от x плюс y и y, давайте пишем. f от x плюс y, запятая y равнялась бы g от x, x плюс y. Нужно, чтобы при всех, при всех значениях x и y, выполнялось бы такое равенство. Давайте посмотрим, нельзя ли, нельзя ли что-нибудь сделать. На самом деле, можно сделать так. Можно взять и подставить вместо числа x единицу, а вместо числа y минус единицу. Тогда смотрите, что здесь будет. 1 минус 1, это, знаете ли, 0. Поэтому здесь у меня будет f от 0 и минус единица. А здесь у меня будет g от единицы и 0. Но что такое для квадратичной формы значение, когда вместо x подставляешь 0, вместо y минус единицу. Это вот это самое число с. А у всех наших форм это число отрицательное. Значит, здесь должно быть меньше 0. Но, с другой стороны, что такое у всех рассматриваемых нами квадратичных форм, когда x равно единице y равно 0. Посмотрите, пожалуйста, сюда. x равно единице y равно 0. Это число а. Значит, это число должно быть положительное. Получается, что одно и то же число должно быть одновременно отрицательным и положительным. Если вы внимательно посмотрите на то, что написано, то поймете, что вот эти вот системы уравнений по большому счету то же самое. По большому счету было то же самое. Итак, сегодняшняя теорема полностью доказана. И для того, чтобы логически завершить нашу сегодняшнюю беседу, нужно сделать обещанную штуку. и рассказать, что же это за такие слова. Для этого разрешите мне временно полностью забыть про преобразование L и L и немножко рассказать вам о ценных дровях. Я рассмотрю 3 цепные дровы. Одна из них такая. Только перед тем, как ее писать, разрешите, пожалуйста, я немножко подменируюсь. Вы не бойтесь, я не спятил. Не бойтесь, не бойтесь. Один, два, 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 два и так же бесконечно. Те, кто уже изучал цепные дровы, понимают, что это означает. А те, кто не изучал, пожалуйста, смотрите. По определению это вот такой вот объект. Вот такое будет. Отлично. Давайте, давайте подумаем, давайте подумаем. Они взяли как-нибудь. О, я знаю. Два, это один плюс один. Не поняли? Ребята, это родни мои. Поняли или нет, что я делаю? Я же делаю простую, как синий, или еще. Я сейчас скажу вам, что вот это число, это в точности то же самое, что все это наше число. Давайте я вот это число обозначу на буквы х. И у меня получается потрясающее уравнение. Единица плюс единица, деленное на один плюс х. То есть объясняю. Все это число, это единица плюс единица, деленное на один плюс это же самое число. Решить это уравнение очень легко. Дай это на другую часть умножить на один плюс х. Пожалуйста, умножаем. Х на один плюс х, это один плюс х, плюс один. Так, интересно, справлюсь ли я со слетим скобой. Х плюс х квадрат, это два плюс х. Х квадрат, это двойка. Оказывается, что буквочки L, R, 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 R кодируют разложение числа корень из двух стоп на утро. Хорошо. Давайте не побоимся рассмотреть следующую. Для этого нужно все сделать абсолютно так же, как я только что сделал. Поехали. L, R, R, R. Так, не это. L, R, R, R. L, R, R, R. L, R, R, R. L, R, R, R. 1, R, 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 R. Двойка, единица, двойка, единица, двойка, единица, и так до бесконечности. Вот она цепная дробь. Я сейчас должен сделать то же самое, что только что сделал для корня из двух. Давайте я сотру все для корня из двух, напишу цепную дробь, и мы сейчас с вами увидим то же, как составить уравнение. Значит, смотрите, что вот это число, опять же, означает буквы. Итак, что такое число? Это единица, плюс единица, зеленая на 1, плюс 1, который разделили на 2, плюс 1, который разделили на 2, плюс и так далее. Так вот, смотрите, что у меня сейчас есть. Значит, в числе у у меня 1, плюс 1, делить на 1. Это еще не очень, что называется, это не очень интересно. Ой, что же мне бедному делать? Как мне написать вравнение? Где мне здесь найти у? Да. Опять же, мой список 1, плюс 1. Где? Вот здесь? Да. Это? Да, с удовольствием. 1, плюс 1. Вот здесь видно. 1, 1, 2, 1. Все, получается уравнение. У нас с вами получается, ну, оно более сложное, чем в прошлый раз. 1, плюс 1, делить на 1, плюс и так далее. Оно действительно более сложное, чем в прошлый раз. Но, тем не менее, я, ребята, способен с этим уравнением разобраться. На 1, плюс и так далее. Уравнение разобраться через знаменатель. Получаю такую вещь. У это есть 1, плюс 1, плюс и так далее. Разделить на 2, плюс и так далее. Умножаю обе части на 2, плюс и так далее. Победа. Два у исчезла, осталось у квадратный равняется трём. Значит, вот это слово, точнее говоря, вот такая бесконечная цепная дробь. Это цепная дробь для числа корень из трёх. Очень красиво. Последний пример. Последний пример. Вы уже понимаете, что, скорее всего, будет. Корень из пяти. Что? Корень из пяти. Да. Ну, а давайте мы всё-таки в этом убедимся. Ребята, разумеется, строгое доказательство состоит в том, что нужно анализировать алгоритм разложения числа в цепную дробь и понять, что то, что мы делаем, когда выполняем вот этот вот алгоритм LR, вот этих вот шагов, это в точности и есть действия, которые выполняются при разложении в цепную дробь. Я ещё много делать не буду, но посмотрите, например. LR, RR, 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 RR. Получается, что не такая уж и сложная цепная дробь. 2, точка с запятой, 4, 4, 4, 4, и так, точно, конечно. Давайте выпишем эту самую цепную дробь. 2 плюс 1, так, мы, естественно, это обозначаем, плюс z, 1 делить на 4, плюс 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 и так далее. Значит, наверное, все уже понимают, что я сейчас делаю. 4 это 2 плюс 2, и получается такое уравнение, что число z, это есть 2 плюс 1 делённое на 2, плюс z. Очень хорошо. Умножаем обе части на 2, плюс z, получаем 2z плюс z в квадрате, это 4 плюс 2z плюс 1. 4 плюс 2z плюс 1. 2z плюс z в квадрате равняется 5. Мы с вами абсолютно не надо здесь. Мы доказали, что уравнение имеет бесконечно много решений. Любое уравнение имеет бесконечно много решений в правильных числах, и более того, мы с вами видели, как удивительным образом тот алгоритм, который мы сегодня для каждой степени использовали, связан с разложением числа в цирклограмму. Сейчас я все-таки, для решения картины, должен вам показать, а как, собственно, разлагают числа в цирклограмму. То есть мы с вами сейчас делали так. Если уже дано разложение в цирклограмму, мы проверяли, что значением будет именно корень из 2 в корень из 5. Давайте возьмем следующее число. Ну, а именно корень из 6. И я сейчас покажу, как это число разлагают в цирклограмму. Значит, алгоритм нужно сначала выделить из этого числа целую часть. Это означает, вот что. В данном случае надо написать 2 плюс корень из 6, минус 2. Надеюсь, вы понимаете, что если у меня была квадратичная форма х квадрат, и у квадрат, то надо делать преобразование L, которое состоит в том, что вместо у писать х плюс у. Вот, и у нас получается х квадрат плюс 2ху минус 5у квадрат. Это первое преобразование L. И второе преобразование L. Надо вместо х опять писать х плюс у. Получится х плюс 2у в квадрате минус 6у квадрат. Я просто хочу, чтобы вы увидели связь этих вещей. 4ху минус 2у квадрат. Отлично. Продолжаю заниматься вот этим числом. Число корень из 6 минус 2 больше нуля, потому что корень из 6 минус 2 больше нуля, и меньше единицы, потому что корень из 6 минус 2. Так вот, любое число, находящееся в интервале 0 до 1, я представлю в следующем времени. Как единица разделить на какое-то число. Для того, чтобы это сделать, в данном случае полезно использовать так называемое множение на сопряженное число. Рассказываю, как я это сделаю. Я здесь напишу. Корень из 6 на минус 2 умножить на корень из 6 плюс 2. А в знаменательном я пишу корень из 6 целом 2. Отлично. Когда перемножу, здесь будет 6 минус 4, то есть двойка. И я получу следующий результат. 2. Я в 6 не узнал. Какой в 6 умножить? Нет, можно, да. 6 минус 4 умножить. То есть верху будет двойка. Так вот, я сейчас числитель и знаменатель разделю на двойку. Это будет единица, деленная на корень из 6 плюс 2 умножить на полу. Соображаем, что такое корень из 6. Ну, это 2 с небольшим. 2 с небольшим, 2 с небольшим. И 4 с небольшим. Полу, это опять выделяется. Очень хорошо. Получается 2 плюс 1 разделить на 2 плюс корень из 6 минус 2 по полу. Итак, корень из 6 минус 2 по полу. Умножаем на корень из 6 плюс 2 числитель и знаменатель. Что у нас тогда здесь будет? Дребует 6 минус 4, а двойка сократится. И смотрите, какой был эффект. 2 плюс 1 умножить на 2 плюс 1 может сократиться. А здесь это корень из 6 минус 2. И сейчас у нас получается, смотрите, какая важная штука. Значит, здесь у нас двойка. Здесь у нас двойка. Это замечательно. А вот это число, корень из 6 плюс 2, я могу написать следующим образом. Как 4 плюс корень из 6 минус 2. И вдруг обнаруживается, что это число у меня уже было. Корень из 6 минус 2, у меня такое число уже было. И если у меня в этом месте получилось ровно то же самое, это значит, что и дальше пойдет то же самое. А что значит то же самое? Корень из 6 минус 2 разложилось у нас как единица, деленная на 2 плюс 1 делит на 4 и так далее. Значит, вот в этот момент я могу уже понять, что у меня ситуация вот какая. То есть смотрите, 2 плюс 1 разделить на 2 плюс 1 разделить на 4 плюс 1 разделить на 4 плюс 1 разделить на 4 и так далее. У меня получилось следующая за 2 плюс 1 разделить на 4 плюс 1elson и так далее. Потом идут... 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 и так далее. Вопрос. Что это значит в терминах L и L? Ответ. Вопрос. Откуда это естественным образом могло получиться? Ответ. Л, F, R, L, L, L. Так, у меня время уже закончилось. Просто сделайте с собой долгую силу. Эта форма уже без моего участия по сегодняшнему алгоритму посчитайте. Просто возьмите и сделайте и убедитесь, что действительно L, F, L, 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 L. И следующее упражнение, опять без чего нельзя считать, что сегодняшнее занятие будет. Берете другое число, берете 7 или 8, 9 нельзя, 9 квадратов. И для нее самостоятельно делаете и разложение в цепную дробь, и вот те вычисления. Более того, даже на этом нельзя будет сказать, что вы все поняли. Чтобы окончательно разобраться с ситуацией, надо взять книжку, которая называется Арифметика 2. Другая называется Арифметика 2. Так вот, там этот самый алгоритм рассказан. И там же есть подробный рассказ для дробя. Прочитайте и только тогда поймете всю эту красоту. Это действительно очень глубокие задачи истории. Вы сегодня, ребята, действительно очень важную вещь у нас.